Итак, снова привет всем любителям военной истории. Мы продолжаем такую долгожданную серию по Дню Победы 3. Быстренько пробегусь по состоянию изменений того, что произошло. Я записывал прошлую серию, она благополучно карабнулась и вылетела. Вот, поэтому часть времени мы потеряли. Сейчас у нас 24 марта 1942 года. Дания сдалась практически, ну, с боями, но не сильными. Давайте я так переключусь. После того, как я зацепил часть центральной Дании и взял столицу, Дания сдалась. Я сюда высадил десант. Ну, все как мы планировали, то есть и авиация поработала. Мы зашли вот сюда, вот танковой и пехотной дивизиями. Здесь танковая уже приперлась позже. Здесь сейчас я разместил уже гарнизон. Здесь были дивизии морских пехотинцев. Я их сейчас перекину вот сюда. Видите, у меня их тут 5 штук. Я их перекидываю стратегически вот сюда. Потому что в планах у меня захват и высадка в Норвегии. В Норвегии и потом, возможно, в Швеции. Я вижу за счет радаров высокого уровня, что у меня, в принципе, здесь войск раз-два обчелся в Норвегии. Более того, вместе с Данией мне отошли Фаражские острова, куда я уже перегнал флотилию под лодок. На всякий случай прикрывать скопо-флоу сверху. Исландия отошла и Гренландия. В Гренландии, кстати, неплохая военная база на 6 единиц. Ну, скажем так, база уровня 6. У меня страна сейчас в мобилизации. Я в мире. Мы теряем какие-то очки, видимо, промышленного потенциала. О чем мне пытаются сказать советники. Что, мол, пора бы демобилизировать. Можно демобилизировать через кнопку. Поддержка у меня, в общем, в принципе, капитальная. Разведку я потихонечку провожу. Вот. Процесс идет. Вот. Ну, ничего такого. Сверх такого. Больше всего меня сейчас напрягают союзы. Союзу. По той простой причине... Рост угрозы можно уменьшить. Подрыв на Съединство. Вот это тоже надо. По той простой причине, что, смотрите. Они очень лихо поперлись в Польшу. Да, пакт Либбиндропа-Молотова был принят. Как бы там нам хотелось этого или нет, но он был принят. И они достаточно сильно ломанулись в Польшу. При этом не я явился агрессором в Польше. А они и против них сейчас объявлена война. Польша, Великобритании, Франции. Мелочь пропускаю. Южная Африка и Канада. То есть, что это значит для меня? Это значит для меня, что я могу вот эти войска оттащить на эту территорию, дождаться, пока они захватят Польшу и объявить войну Советскому Союзу, имея, скажем так, на стороне сзади Францию и Англию. То есть, одной из самых сложных побед, наверное, в дне победы всегда была эта победа над, говорится, Советским Союзом. Вы посмотрите на него. Вот. Я не знаю, какими войсками обладать в количестве, чтобы вот это все захватить. Поэтому, грубо говоря, есть шанс завалить сначала Советский Союз, а потом уже разобраться с Англией и Францией. Вот. Италия у меня, Венгрия у меня, Румыния лакомый кусочек, но даже если Советы туда ломанутся, можно будет их выгнать. Они хотят стать союзниками, но предоставлен нам проход и Советскому Союзу. То есть, пока они вот между тем и тем. Но высшая угроза у них, видите, Советский Союз, поэтому, в принципе, они готовы встать на сторону Альянса Союзников. И, соответственно, здесь граница у Советского Союза станет очень длинной. То есть, для нас это тоже, в принципе, выгодно. У нас есть еще вот здесь граница, которую надо бы укрепить. Потом будет... Если я захвачу Норвегию и Швецию, у меня не будет общей границы только через Финляндию, что для меня тоже хорошо. Я не буду отвлекаться на северные границы, но территорий и промышленный потенциал будет нам доступен. Эти две страны спокойно могут встать ко мне. И я надеюсь, что союзники на меня внимания особо не обратят. Потому что для Англии, да нет, на высшая угроза для нее я. Для Франции тоже я, 109. Но, тем не менее, войну они ведут с Советским Союзом. Посмотрим, как будут развиваться события. Для того, чтобы перекинуть высадку, сделать в Норвегию и Швецию, потом я построил еще флотилию... Еще флотилию транспортных кораблей. И ее я размещу вот здесь вместе с тремя легкими крейсерами для защиты. Вот так. Что мне надо еще сделать? То есть, эта серия, наверное, не будет такая боевая. Это будет более подготовительная. Что мне надо сделать? Мне надо избавиться от вот этого вот списка огромного. Значит, я не помню, сколько там каждый штаб может взять в себя под командование, вместить дивизии. Ну, экспериментальным путем вычислим. Но самое главное, тут правильно распределить командующих. Потому что процесс следующий. То есть, в зависимости от уровня штаба, у нас действует бонус полководца на все подчиненные подразделения. Но с разной процентной ставкой. По-моему, 6,5% это вот тот эффект, который дает, господи, фронт. Начальник фронта. Поэтому хорошо бы выбирать на начальников каких-то ребят, у которых либо очень много бонусов разовых, так, что такое, задумался отлично, либо разовых способностей много, да. Вот смотрите, мастер снабжения, мастер обороны, команда. Вот команда по стоку-поскоку, но от нехватки припасов 20%. То есть, грубо говоря, 6,5% от этого эффекта будет распределено на все ниже стоящие подразделения. Вот если, например, у нас там дальше будет какой-то командир со способностью команды, например, уровня вот здесь, да, то он тоже даст какой-то бонус в тоже каком-то процентном соотношении. То есть, это может быть кумулятивный эффект. Поэтому интересно выбирать снабжение 25%, да, если мы выберем хотя бы на двух-трех уровнях, начиная сверху вниз, мастеров снабжения, то есть мы можем очень сильно сократить всеми войсками под командованием, да, очень сильно сократить расходы припасов и соответствующих всех материальных ресурсов. Следующий момент. Более специализированный, например, там, ну вот сейчас, инженер, да, или, вот, мастер наземных битв, хорошо давать каким-то более рядовым ребятам на более низких уровнях, там, мастер наступления, да, то есть каким-то подразделением, штабам, групп армий, там, и меньше даже, может быть. Вот. Поэтому я поменяю вот мастер обороны и старая гвардия, я поменяю, наверное, на шорнера, вот, мастер снабжения. Нет возможных способностей. Ага, это они еще раз тут же жвоб идти и можно получать. Вот я его поставлю, но поставить не могу, у него все одна звезда, я могу его повысить до уровня и назначить. Теперь вот все бонусы от него, мастер снабжения, мастер обороны, команда, получат вот даже самое последнее звено, да. Вот. Увидеть эти бонусы, я не знаю, вообще можно или нет, на уровне этом, но в бою они применяются, это факт. Еще я не знаю, вот у меня есть мобилизация, но как подразделение из кадрового, сейчас после начала мобилизации, оно постепенко, ага, все отлично, то есть мне тогда мобилизацию не надо убирать, я просто долго не знал, как из резервных частей переводить их в кадровые. Окей. Соответственно, нам надо избавиться от вот этого всего хлама и распределить наши штабы армии по этим вещам. Это, скорее всего, я сделаю за кадром, вот. Сейчас я дал обзорный вариант. Следующее, что я буду делать, это распределю командование, попытаюсь оттянуть вот эту часть, то есть наш ТВД, точнее, не отсюда, а вот, где он, отсюда. Скорее всего, я сокращу до минимума численность войск в театре западном, наращу мощность театра восточного и, скорее всего, мы будем готовиться к нападению на Советский Союз, когда они захватят всю Польшу. То есть я предполагаю, что это будет там через пару месяцев, а пока мы захватим Швецию и Норвегию. Это мы с вами повоюем. После того, как я сформирую все армии и войска в одну единую иерархию. Теперь, что касается производства. Смотрите, у меня заложено 5 полноценных авианосцев. Я заложил 2 стратегических бомбардировщика. Также у меня там всякая мелочь, радары. Еще транспортная флотилия ждет своего постройки. Ну и пехотные дивизии тут у меня потихоньку разворачиваются. У меня есть резервный запас сейчас в... Сколько тут, господи? 41, 52. Вот так вот. Сейчас в 68 промышленного потенциала у меня есть резерв. Вот. И его надо как-то задействовать на производство, чего пока я не совсем сообразил, честно скажу. Вот. Я еще подумаю, когда я переформирую штабы полностью. Вот. Там будет очень четко видно. Поэтому я пока на паузе их буду формировать. Вот. Ну и увидимся в следующей серии тогда. Вот. А на сейчас все. Я запишу серию достаточно быстро. Так что не расстраивайтесь. Плюс эта серия получилась короткая. Вы сможете ее посмотреть полностью, не сильно напрягаясь. Что я думаю тоже есть хорошо. Вот. Поэтому на сегодня всем спасибо, что смотрели. Всем пока. С вами был GameDragon. И это был День Победы 3. Не забывайте подписываться. И обязательно ставить лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok